МОЗ.РУ Появляться на улице можно только в маске, а в общественном транспорте и для посещения магазинов, аптек и организаций необходимо дополнительно использовать перчатки. В Израиле резко выросло число случаев заражения коронавирусом и, соответственно, значительно увеличилась группа контактировавших с ними. Так, например, пассажиры общественного транспорта подвергались угрозе заражения более 170 раз за две недели. За последние три дня в Иерусалиме зарегистрировано 98 заболевших COVID-19, из них 72 только за последние сутки, и 60 из 101 случая выявлены у учащихся и педагогов Иерусалимской гимназии. В городе временно закрыли ряд школ, занятия перевели в онлайн-режим. Также на карантин отправили несколько детских садов. Во избежание роста заболеваемости закрыли пляжи на Кенерете и Башкелоне. В целом список Минздрава включил 234 места, где побывали носители вируса с подтвержденным диагнозом. Новый министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн объявил об изменении политики его ведомства и распорядился проводить тестирование бессимптомных больных наряду с теми, у кого проявляются признаки заболевания. Глава Минздрава уточнил, что на данном этапе не рассматривается ужесточение режима и отмена послаблений. Он призвал граждан соблюдать все ограничения, чтобы предотвратить повторный тотальный карантин. В канадском городе Монреаль неизвестные взломали и осквернили синагогу. Из-за пандемии она была закрыта уже несколько месяцев. Взлом обнаружил один из прихожан, который пришел в синагогу, чтобы взять предметы, необходимые для празднования шивота. Он увидел, что свитки Торы валяются на полу, а другие предметы выкинуты в уборную. Полиция Монреаля начала расследование инцидента. В это же время в Америке вандалы осквернили старейшую синагогу Лос-Анджелеса. На стену на конгрегации Бет-Исраэль они нанесли граффити антиизраильского характера. Инцидент произошел в ходе протестов в США по поводу гибели афроамериканца от рук полицейского при задержании. Сегодня Цахал провел военные маневры в ряде городов на юге Израиля. В Аждоде, Ашкелоне, Сдероте и Нитивоте в течение нескольких часов происходило интенсивное движение военного транспорта. В пресс-службе армии обороны отметили, что учения были плановыми. В Иране нашли артефакты с гробницей библейской героини. Два древних еврейских памятника украли из исторического комплекса Эстер-Хатун еще прошлым летом. Отмечается, что воры не вывезли предметы из страны, поскольку ждали подходящего момента для их продажи. Камни обнаружили сотрудники местной полиции и Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана. Недалеко от комплекса Эстер-Хатун в городе Фалавирджан. Они заявили, что артефакты содержат надписи на персидском и еврите. Их нанесли 400 и 1000 лет назад. Человек с тысячью имен. В семье его называли Вольфом в университете Владимиром за границей в Эльдемаром. А самому ему нравилась форма Вальди. В историю медицины он вошел как человек, создавший вакцины от чумы и холеры. В 2020 году исполнилось 160 лет со дня рождения врача Владимира Хавкина. Подробности его истории узнаете в нашем сюжете. Самый неизвестный человек России. Так писатель Антон Чехов называл своего современника, бактериолога и иммунолога Владимира Хавкина. Он родился в Одессе в 1860 году. Учился в Хедере, потом поступил в Новороссийский университет. Среди его преподавателей были Сеченов и Мечников. Учебой студент отличался блестяще, чего не скажешь о его поведении. Юный революционер состоял в партии «Народная воля». Его товарищи убили одесского генерал-полицмейстера, выступали против университетского начальства. За Хавкиным следили, три раза его арестовывали. В итоге из вуза его выгнали. Кандидатскую он позже все-таки защитил, но как стороннее лицо, то есть экстерно. В родном университете ему предложили место научного сотрудника. Взамен потребовали сменить иудаизм на православие. Хавкин отказался и вслед за своим товарищем Мечниковым уехал из страны. Сначала в швейцарскую Лозанну, потом в Париж. В университете Пастера ему досталось лишь место библиотекаря. Но молодой ученый был рад и этому. Книга хранилища примыкала к лаборатории. По ночам он колдовал над пробирками и колбами. Мечтал защитить человека от инфекции. В первую очередь от холеры. Полезнь гуляла по Европе, Азии, Африке. Пятая холерная пандемия началась в 1881 году. Это самая смертоносная инфекция 19 века, унесшая жизнь 10 миллионов человек. Вакцину Владимир Хавкин создал в 1892-м. Проверил ее на себе и на своих друзьях. Но помочь тысячам больных не мог. Просвещенные Франция и Испания не верили в саму концепцию вакцинации. Российская империя видела в ученом все того же неблагонадежного студента-бунтовщика. «Лучше наша глубинка вымрет от холеры, чем мы примем помощь евреям», писали петербургские чиновники в ответ на предложение опробовать вакцину на местных жителях. Сделать это согласилась Британия. Правда, на территории Индии. В британской колонии за два года умер миллион человек. Но главные трудности Хавкина были впереди. Трудно уговорить на лечение людей, верующих в то, что болезнь и смерть определены высшими силами, и в них нельзя вмешиваться. Однажды врача даже забросали камнями. Так местные протестовали против вакцинации. Но Хавкин не убежал. Вместо этого он закатал рукав и сделал себе инъекцию вакцины на глазах протестующих. После этого более сотни индийцев последовали его примеру. За два с половиной года бактериолог привил 42 тысячи человек. Всего через год пришлось искать новую вакцину. От чумы. Центром эпидемии стал Бомбей. Хавкин работал в таком темпе, что его покинули все помощники. Получив лекарства, он последовал своей старой привычке. Вел себе десятикратную дозу вакцины. Через час у него появились первые признаки чумы. Хавкин переболел ею в легкой форме, продолжая работать по 12 часов в сутки. Первыми он вакцинировал преподавателей и студентов медицинского колледжа. Затем заключенных в тюрьме Бомбея. Вакцина начала свое путешествие в Индии и распространилась по всему миру. В 1898 году дошла она и до России. Сегодня имя знаменитого революционера не только в политике, но и в науке многим неизвестно. Исправить это пытается внучатый племянник Хавкина Александр Дуэль. Он создал сайт, посвященный предку, и помог в издании книги писателя Давида Маркиша. Мы также сделали очень качественный английский перевод, который перевела американская переводчица Мариана Шварц. И я создал сообщество, и, собственно, через социальные сети мы продвигаем имя Владимира Хавкина. Пишем разные материалы, используя большое количество материалов, которые у нас есть. И таким образом люди об этом узнают. Хавкин умер в 1930 году, победив холеру и чуму, и завещал создать на свои деньги фонд для молодых ученых. В Индии действует крупнейший в Южной и Юго-Восточной Азии исследовательский центр по бактериологии имени Хавкина, выросший из некогда маленькой лаборатории, в которой урожение с Одессы работал во имя спасения человечества. Владимиру Хавкину пришлось стать изгоем на родине, чтобы превратиться в национального героя Индии. Так его называют здесь до сих пор – Махат Махавкин, то есть Великая Душа.